Уважаемые товарищи генералы, мы собрались, чтобы на перспективу обсудить важнейшие вопросы обеспечения военной безопасности страны. Обстановка в регионе и прогноз ее развития явно показывает, что в ближайшей и среднесрочной перспективе угрозы военной безопасности нашей стране будут находиться на уровне высокого обострения. Безопасность страны требует от меня и прежде всего от вас, руководства Министерства обороны, обеспечения должного уровня боевой готовности и боевой способности белорусских вооруженных сил, что больше всего нас должно беспокоить. Я на это хочу обратить ваше внимание и прежде всего руководителя наших сил специальных операций. Мы всегда опасались присутствия в сопредельных государствах, особенно в Украине, наемников. Наша разведка, притом несколько источников, обнаружили таких наемников, которые не переходят границу с Белоруссией, опасаются, но двигаются параллельно белорусско-украинской границам в направлении Чернобыля. Поэтому вооруженным силам и очень важно пограничникам не допустить нарушения государственной границы. Мы должны их видеть и прежде всего вашими возможностями. Более того, как мы понимаем, границу сейчас с территории Украины пограничники ушли практически. Ее никто не охраняет, кроме белорусских пограничников. Поэтому ваша задача, вашей разведке видеть, что происходит на сопредельной территории, особенно в части наемников. Поэтому нельзя допустить нарушения нашей государственной границы этими людьми прежде всего. Вы понимаете, что это за люди. Второе, что мы не можем допустить удара в спину российским вооруженным силам. Чтобы они не смогли перерезать пути снабжения армии Российской Федерации. Чтобы они не смогли зайти в тыл и нанести с тыла удар по людям из России. И третье, наверное, одно из важных направлений. Мы еще достаточно замысла не знаем, поэтому приходится действовать по всем направлениям. Может, у них замыслы против сосредоточения вооруженных сил наших и российских частей, которые остались после учений на нашей территории. Поэтому все это мы должны видеть и ни в коем случае не допустить развития подобных событий. Пожалуйста, я вас попрошу, особенно военных, мы их видим, надо двигаться с ними параллельно. Там они группами небольшими ходят и так далее. Это усложняет ситуацию. Но, тем не менее, никуда не денешься. Вы их должны видеть, как они передвигаются, не нарушая государственные границы с Украиной, контролировать их передвижение. Докладывайте о малейшем передвижении и о их замыслах. Вчера позвонил вечером президент Путин, проинформировал меня, что происходит в районе Чернобыльской станции. Но мы и сами видим, и их данные совпадают с нашими. Прокрещена подача электроэнергии на Чернобыльскую станцию. Вы же прекрасно понимаете, что сама станция производит электроэнергии, но и потребляет для того, чтобы работать, немало электроэнергии. Да, там остановлена Чернобыльская станция. Там хранилище ядерных отходов. И для процесса нужна холодная вода, как минимум для охлаждения. А это электричество. Электричества нет. Задействованы резервные мощности. Министру энергетики поручено немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередач в советских времен есть, она законсервирована. Ее надо немедленно восстановить. Ну и там же по временной схеме придется, наверное, к подстанции Чернобыльской электростанции подавать это электричество, чтобы в штатном режиме обеспечить безопасность Чернобыльской станции. Потому что аварийные системы могут работать, но это аварийные, а если отключится? Поэтому надо предусмотреть все варианты. Еще раз повторяю. И военным, и пограничникам проконтролируйте действия этих наемников. Мы не знаем, чего они идут в сторону Чернобыльской станции. У нас создается ситуация в плане напряжения еще и беженцами с Украины. Пошли люди с Украины, притом это бедные люди. Это не на мерседесах, на велосипедах пешком идут рожать к нам, детишек, стариков ведут к нам на территорию. Я попрошу, чтобы, прежде всего, Брестский губернатор Роман Александрович и Гомельский, они держат это на контроле. Еще раз, надо им предложить, если не хватит места у них в санаториях и так далее, они заняты сегодня, чтобы мы могли принять этих бедных людей. Это бедные люди, которые по трое суток, по неделе вообще ничего не ели, и детки голодные. Поэтому, еще раз говорю, проблем будет не меньше, мы их должны видеть, но, еще раз повторяю, мы не собираемся никого провоцировать. Но мы должны четко видеть, как только переступил нашу границу, ответ должен быть немедленным. Мы имеем компактную, дееспособную армию. Государство принимает меры по переоснащению вооруженных сил на новые современные образцы вооружения. Совершенствуется подготовка войск к выполнению задач по предназначению. Систематически проводим учения. Нашей армии надо развиваться с учетом современного опыта ведения военных действий. Вот я хочу от вас услышать ваше мнение с ситуацией в Украине и чему учит этот опыт. Нас. На сегодняшний день мы уже видим особенности проведения военной операции в Украине. Мы имеем информацию о продолжении наращивания численности и характера действий группировок войск у западных границ нашей Беларуси, о чем я вам уже говорил и ориентировал вас на это. Нам еще предстоит обобщить и изучить опыт ведения боевых действий в целом за весь период операции в Украине. От этого никуда не денешься. Но некоторые меры мы должны принимать уже сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok